Друзья, всем привет! Сегодня очень интересный формат видео. Мы внутри здания ЖК Соха. Сюда нас позвали специально, чтобы изнутри рассказать и показать о том, как выглядит этот продукт. Инициатор этой идеи был Паша, как всегда, неугомонный, поэтому мы вместе с ним, естественно, здесь. И сегодня нас встречает Александр. Вот, Александр, давайте в кадр уже. Да, это, собственно, тот человек, который нас позвал, не побоялся, не испугался, не сбежал в кусты, как это делают некоторые, да, Паша? Мы знаем. Я бы даже сказал, Александр, на самом деле, инициировал эту встречу, то есть он сказал, вы, ребята, хотите, приходите, смотрите дома. Мое личное мнение. Я считаю, что так себя должен вести каждый застройщик, отвечать за свои слова, отвечать на вопросы, пускай даже они будут самыми острыми, неожиданными и, может быть, где-то неприятными. Но только так мы сможем честно рассказать о том, какой это продукт, какое-то здание, ничего не утаивая. Короче говоря, меньше слов, больше дела. Поехали. Сейчас вы увидите самое настоящее интервью. И на самом деле это большой экспромт. Соха, поехали. Ну что, друзья, мы в самом удобном месте жилого комплекса Соха сидим на диванчиках вместе с Павлом, с Александром и с руководителем, собственно, как правильно сказать? Управляющей компании. Управляющей компании, вот, да. Со Светланой. Ну, я думаю, мы сейчас дадим возможность самим представиться, про себя немножко рассказать, да, Паш? Пожалуйста. Этих замечательных людей. Александр, ну, о себе, пару слов. Да, значит, меня зовут Александр Матафаев, я руководитель коммерческой службы, застройщика непосредственно, идеолог и разработчик вот этого всего, сия красоты, красоты, жилого дома Соха Сьютхаус. Поэтому, значит, почему этот объект такой, как это, с чем это связано, как мы это все придумали, как мы это все сделали, это вот основной виновник этого торжества, соответственно, поэтому вы по адресу. Да, да, ну, я думаю, что мы позадаем эти вопросы с пристрастием. Светлана, вы? Светлана Аножкина, директор управляющей компании «Астори», которая занимается обслуживанием данного комплекса. Мы отвечаем за взаимодействие с застройщиком, так скажем, обеспечиваем такую бесшовную связь клиента от покупки продукта до уже использования его. Ну, соответственно, обеспечиваем весь уровень комфорта и сервиса на данном объекте. В общем, друзья, если... А вы сейчас, кстати, слышите на заднем плане дверь открыта. Это вот их система работает приорити пастом. Короче, если она у вас сломается, вы знаете... Телефончик внизу, да, напишем? Да, у нас есть фотография в виде того человека, который отвечает, собственно, за все это и за чистоту в том числе. Я хочу, во-первых, сказать большое спасибо за то, что вы нас принимаете, а не где-то там из кустов грязью закидываете, что вот вы там какие-то жалкие блогеры... Как аккаунта своего домашнего сфотом. Да, это очень ценно для нас. Я думаю, что это будет очень ценно для наших зрителей. Ну, то есть мы в открытую вот так встречаемся. И за это огромное спасибо. Это очень ценно, правда. Наш первый вопрос с Пашей, да, главный. Вот прямо он нас всех беспокоит до сих пор. И до сих пор нет ответа. Почему Соха? Хорошо. Ну, давайте, во-первых, спасибо, что вы пришли к нам в гости. Значит, почему спасибо? Потому что в любом случае обратная адекватная связь. Да, она всегда полезна нам для будущего, для нашего роста, для понимания клиента. И считаю это крайне существенным элементом, потому что адекватный здоровый мозг – это залог перспективного будущего успеха для компании. Поэтому мы всегда готовы к разумной критике, готовы слушать, общаться на эту тему. Нас это держит немножечко в тонусе. Ну, и плюс небольшой элемент личной самоиронии, когда мы можем шуткой подойти, да, и посмотреть на какие-то, казалось бы, нам серьезные вещи, да. Это тоже такая вещь на самом деле полезная, ну, и всегда смягчает и так нашу непростую жизнь застройщика. Значит, что касается, почему Соха Сьютхаус, значит, хочется пошутить, да потому. Да, вы знаете, у нас на старте проекта была большая полемика в интернете, такое интеллектуальное общество откликнулось на это название и сказали, вот мы все страдаем карго-культом, да, для понимания можете загуглить, что это такое. Это когда тузенцы видят летающий самолет и начинают ему как божеству молиться. Ну, здесь речь идет о заимствовании иностранного слова Соха, но так сложилось, что мы, в общем-то, реагируем на какие-то слова-символы, какие-то знаки, какие-то вещи, там, не знаю, слово iPhone, да, у нас провоцируют определенные видеоряды, эмоции и прочее. Но есть и небезосновательная причина, да, то есть, если посмотреть этимологию возникновения слова Соха, да, то есть, есть легендарный такой клуб ночной, да, но мы это двинем в эту сторону, а есть, если не ошибаюсь, по-моему, в Лондоне южные районы, да, называются. То есть, район в Лондоне, да, район в Лондоне богема, совершенно верно, но и все равно, то есть, как ни крути, какие-то определенные слова или вещи формируют стереотипы в нашем сознании, но и мы не исключение, мы такие же жители города, такие же люди, как и все остальные, несмотря на то, что мы застройщики и мыслим примерно одинаково. Если говорить про наш замечательный компактный город Екатеринбург, то здесь важно понимать перспективу ее развития, локальную перспективу, стратегическую развитию, и я точно знаю, что если мы говорим про южную часть города Екатеринбурга, некая такая, да, сноска на южную часть, да, с Лондоном, да, мы видим ту перспективу развития, которая ждет, да, эту часть. Да, 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 ну в частности, был один из видеороликов, на котором также я выступал и говорил о перспективе развития на пространство южного автовокзала, то есть, понятно, то есть, я не знаю точно, какой там будет проект, но однозначно он будет, мягко говоря, недешевый по целому ряду причин, во-первых, перенос такого сооружения в другое место, это уже очень дорогая земля, помимо того, что еще нужно будет построить. Вы сейчас говорите про площадку автовокзала, которая будет застраиваться. Я говорю о том, что, да, то есть, каждый раз, когда преобразуются целые кварталы и районы города, они задают определенный тон перспективного развития и институционной привлекательности, качества жизни и прочее, прочее. Пример, пожалуйста, улица Радищева, мне всем известно, да, если помнить, да, вспомнить этимологию вообще развития этой улицы, когда там стояли деревяшки, и вообще улица там в народе называлась похоронная, да, если помните, я не знаю, кто-то может помнить такую историю. Вот, то есть, ни улица была совершенно никому не интересная, но однажды там появляется Тихвин, однажды там появляется Аквамарин, и улица начинает жить совершенно другой жизнью, да. Поэтому и потихонечку это ждет и другие части города Екатеринбурга, и это уже происходит, да, мы видим, поэтому он стоит эту перспективу видит. И я считаю, что наш замечательный проект, это такая первая маленькая приятная ласточка, пусть может быть не самая первая и не во всем, но все-таки существенная с точки зрения развития этой части города Екатеринбурга, это раз. И второй, значит, второй момент, каждый район, жители района заслуживают хорошие проекты, вообще без разницы где-то находятся, знаете, просто есть такое стереотипное представление, что мы вот красиво строим только в центре города, а на периферии уже этого делать не надо. Но, еще раз говорю, пожалуйста, возьмите Уралмаш, там огромное количество патриотов района, которые не хотят приезжать. И в свое время мы там реализовали интересный проект, жилой комплекс «Астория», да, который тоже очень успешно у нас внедрился в рынок, да, был востребован. Мы считаем, что каждый житель района достоин того, чтобы в его районе появлялись красивые, замечательные дома. Люди на это хорошо реагируют совершенно, потому что многие привязаны к школам, к садикам, к работе, к прочим, к логистике, которая имеет существенное значение с точки зрения выбора района, в котором ты хочешь жить. Мы прекрасно знаем, какая инфраструктура здесь, и поэтому посчитали, что район достоин очень красивого, замечательного дома. Поэтому появился Соха Сьютхаус. Если коротко, короче, да, то типа аналогия с развитием промышленной территории, которая стала территорией Богемы, и как бы южная часть, там, типа, южная... Мы хотели показать, ну, первое, то есть, да, все равно есть стереотипное представление, да, определенная реакция на какие-то слова, символы на слова. Мне кажется, у вас процентов 80 аудитории даже не понимают, что такое слух. Ну, то есть, я представляю сигнал... Второе, это показать перспективу, и просто, еще раз говорю, то есть, людей, желающих в этом районе жить хорошо, их очень много. То есть, для вас Соха – это аналог, типа, какой-то премиальной жизни? Ну, такой, не премиальной, а достойной, достойной, комфортной, достойной жизни? Мы не будем, у нас вообще, на самом деле, в Екатеринбурге говорить про жилье, там, элит-класс или, там, бизнес-плюс, его нет. Надо понимать, мы можем назвать как угодно эту историю, да, но что такое элитка? Это почти центр города, это не выше 4-5, там, ну, может быть, 7 этажей максимум. Это максимум зелени, это парк, это вода, это инфраструктура, это бутики, это магазины. У нас таких вот нет в городе. Да, понятно. Ну, я от вас не отстану, Александр. Мы же без галстуков, это неофициальная встреча, поэтому и вы нас позвали, так сказать, чтобы мы вас так со всех сторон там покусали. Соха, вообще-то, идет от Древнего Рима, там было 13 районов, насколько я помню. Значит, 3 района, там 10, по-моему, жилых и 3, 3 или 4 нежилых. Один из них назывался Соха, это был район всяческих развлечений. И чаще нет потребных, конечно же. То есть, хочешь девочку, хочешь мальчика, хочешь выпить, хочешь наркотиковать. Ну, у тебя вологию. То есть, оттуда это идет, как бы, район Соха назывался. Ну, потом, значит, это Англия, там, да, вот у них, может быть, еще где-то было в других городах тоже такие районы есть. То есть, подразумевается, что там идет тусич, тусич, постоянный. То есть, это то место, где развлекается молодежь. Ну, и не молодежь тоже, вообще, в принципе, люди, которые хотят развлечений в жизни какого-то драйва, понимаете. А вы позиционируете свой жилой дом, жилой комплекс, как семейный. Где связь, Александр? А что вас смущает в желании, кто-то хочет чего-то? То есть, люди в границах своих квартир, пожалуйста, пусть живут, радуются жизни, размножаются. Развлечения? Пусть живут, размножаются, хорошо. Конечно. Ну, давайте так. Мы выскали слово. Да нет, это риторический вопрос. А можно я добавлю? Да нет, я просто, чтобы... Развлечения сейчас тоже изменяются, да, и наш комплекс, допустим, если посмотреть даже в прилегающую территорию, да, у нас есть зона для взрослых, там, допустим, беседки или для мамочек. То есть, есть развлечения, сегодня тоже изменились. То есть, это уже не... Это уже не, да, 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 то есть, много уже... Нет, вы не поняли меня. Нет, вы не поняли. То есть, вот, лично у меня, я понимаю, что у большинства, может быть, этого и не будет. То есть, ну, как бы, каких-то ассоциаций со словом Соха, просто потому, что, ну, как бы, они пока еще не прочитали, там, про эту историческую всю историю. Все не прочитают, я это уверяю. Да, может, и не надо. Давайте я вот просто, да, извините, что перебью, я просто все хочу сказать. Вот эта вот историческая, значит, вводная, она людям почти неинтересна. Вот, знаете, я вам скажу одно по факту состоявшемуся. То, что, вот, мы назвали так проект, отразили его, то есть, в концепции и прочее. И я видел всех людей практически, которые пришли. Ремонт меня преследует везде вообще, куда они придут, там везде тарахтелки. Люди своими ножками, своими средствами, своим желанием проголосовали. Им это понравилось. Это значит, что это работает. Поэтому, наша с вами, вот это, ну, мы можем далеко в этот вопрос уйти. Мы значение очень многих слов с вами даже не понимаем. Поэтому принципиально, по сути, это некий образ, некое ощущение, которое люди хотят получить. Ну, то есть, то есть, маркетологи, маркетологи работают, поэтому мы хотели понять, то есть, в чем идея. Просто красивое слово, все, вопросов нет. Идем дальше. И чтобы люди, попадая в дом, подходя к нему, чувствовали себя комфортно. Знаете, очень важный такой момент, да, вот мы уже с Павлом перед началом зацепились от того, что застройщики на перспективу могут уйти от такой красоты. Я имею в виду красивые холлы и прочее, прочее. Но это вот модное слово, да, но уже не модное, вау-эффект, да, который создается определенным образом. Вы знаете, когда человек хозяин своего дома, первое, у него перед домом всегда порядок, дом хорошо выглядит. И когда ты к нему в дом заходишь, у него все красиво, приятно, симпатично. Человек, хозяин гордится, что нравится гостям. Гостям нравится, что здесь все красиво и замечательно, они хотят такой же дом. Поэтому вот вопрос вот этой эстетики красоты, он на мой взгляд никуда не денется. Если ты сам себя любишь, как хозяин, да, собственного дома, ты будешь к этому относиться серьезно. Ну, тему обезжиренности продукта я предлагаю потом. Мы сейчас поговорим про жирный продукт, который здесь родился и, собственно говоря... Что, да нет, у меня вопрос тут, помимо звучного названия, было много про технологичность, да. То есть то, что нам когда-то обещали в индиционных башнях, насколько я понимаю, здесь попытались реализовать. Это Face ID. Я вас не распознала. Чтобы сфотографироваться для распознавания по лицу, скажите... Я уже 34-го сфотографировался. Вы меня запомните? Это всякие NTF или как метки, да, которые типа по телефону NFC метки, прошу прощения. Это у нас лифт, который запускается, типа ты заходишь, он уже спускается, вся вот такая интеллектуальная система. То есть вы реально все это реализовали или, ну, то есть мы же с Иваном снимали, когда мы видели эти ролики, промо мы специально их зафиксировали. На сегодняшний день это работает? Там QR-код, который ты отправляешь, там, тему самому доставщику мебели, чтобы он прошел в твой дом и так далее. Это реализовано или это оказалось на вот красивых картинках, как это часто бывает? Светлана, вам слово, наверное, правильно сказать? Все реализовано. Только у Светланы микрофона нет. Да? Да, лучше вам. А, ну, давайте я скажу. Да, смотрите, мы как застройщики со своей стороны всю техническую начинку подготовили, проверили, адаптировали. И я думаю, что уже дальше вот эксплуатация, да, Светлана, она как раз уже пройдетесь, посмотрите принципиально, увидите, насколько все это работает и зафиксировано. В данном случае все заявленные характеристики, представленные у нас в официальных источниках информации, они у нас на сегодняшний день введены в эксплуатацию и работают в штатном режиме. То есть то, что вы обещали по поводу доступа, да, вот эта четырехкратная там ступенчатая какая-то там служба, вот эта безопасность, она реализована? На самом деле очень просто. Скажите, а у нас уже адаптация с телефоном, человек может уже, да, зайти? Вот я еще раз хочу, я как сам папа троих детей, трех сыновей, могу сказать следующее. То есть принципиальный вопрос в современном мире, да, это вопрос безопасности. Я хочу чувствовать, чтобы я, когда я сплю ночью, ну, в какой-то степени, сколько это возможно, да, в цивилизованном мире, там, в квартире, в доме, в городе, я чувствовал себя безопасно. Когда мои дети гуляют во дворе, я хочу понимать, что они под каким-то видимым контролем. И это очень удобно, я могу быть в любой точке мира и со своего телефона зайти в приложение и посмотреть, допустим, мне ребенок, пап, можно я во двор пойду погуляю? Да иди, конечно. Я зашел и вижу, количество камер позволяет наблюдать мне с разных ракурсов, по необходимости я вижу, где мои дети, что они занимаются, чем они занимаются, как они ведут себя. Я могу дома поставить, виде наблюдения и прочее. Сегодня технологии, внедренные на Soho-Suit House, одни все эти вещи позволяют. Я считаю, что это один из принципиальных моментов. То есть это начинка, которую вы сделали, но каждый там на квартиру в состоянии докупать то, что считают нужным. То есть условно, там, докупать камеры. Мы все необходимые довели до квартиры. В квартире у нас стоит, да, получается, домофон. Они выбирают, какой они домофон хотят. То есть мы специально не стали устанавливать, по целому, ряд причин. Первое, люди делают свои ремонты индивидуальные, да, то есть практически все это с дизайн-проектами, практически без исключения. И в зависимости от этого люди уже сами определяют по опциям, какой они, да, хотят корпус, с каким экраном и прочее, прочее. Мы считаем это правильно, оставили это право уже за собственниками жилья. Ну, то есть вся подготовка есть, камеры на улицах есть, везде, где необходимо есть, в лифте есть. Вопрос только к жильцу. То есть если он хочет видеть, ставит экранчик и он подключается. Как застройщик техническую возможность подготовили и дальше уже жители, исходя из того, как они хотят видеть эксплуатацию дома, в каком объеме, в каком размере, они уже сами определяют вот эти вот доп. опции, что дополнительно им нужно, в каком объеме. То есть он может подключиться к камере во двор, которая смотрит. Я добавлю, то есть есть у каждого жителя в доме есть приложение, через которое мы общаемся, по-влечению компания, с любым собственником. И в это приложение интегрированы часть камер, скажем так, общественного назначения, да, то есть это те общественные зоны, которые каждый хотел бы иметь доступ. Как, например, детская площадка, калитки там и так далее. То есть вот их какое-то количество на сегодняшний день внедрено. То есть в дальнейшем, если собственники захотят что-то добавить, убрать, заменить и так далее, то есть это уже будет дальше диалог. Техническая возможность дополнять, это есть. Сразу неудобный вопрос. Всех интересует, а сколько это стоит? Ну, то есть обслуживание с метра, там тариф стандартный по городу 28, да, сейчас где-то около того. У вас сейчас общие домовые расходы. Тариф составляет 67 рублей, там 0,6 копеек, по-моему, так. Ну, то есть помимо, там, где-то самого, помимо класса здесь еще она понимает, что за это нужно попить. Ну, условно здесь и безопасность, и рецептion. Смотрите, ну это же 67, это там. Слушайте, это всегда в определенном образе болезненный вопрос, вот да, сколько платить. Ну, знаете, есть такое выражение, хорошо, дешево не бывает. Вот мы понимаем, когда мы покупаем, выбираем автомобиль, не буду называть там конкретные, там марки, между вот этой конкретной, да, и вот этой машиной, да. Мы же понимаем, что и эксплуатация в дальнейшем от автомобиля, и сервис, он будет дороже. Но мы понимаем, что мы платим. Поэтому, когда вы выбираете что-то комфортное и качественное, вы должны осознавать тот факт, что это будет требовать соответствующей эксплуатации. Вот, да, управляющая компания там уже со своей стороны там скажет этот момент, но это всегда болезненная точка для застройщика. То есть мы передаем качественный продукт. Люди только, когда начинают им пользоваться, знакомятся, насколько он качественный, но он требует соответствующей эксплуатации и обслуживания. Мы хотим, чтобы было чисто. Вы понимаете, вот сейчас, в такое время года, если не убирать каждый день, да, в холле, например, или в паркинге, все, грязь, грязь на машинах, грязь везде. Но убирать каждый день паркинг, а иногда и не по одному разу, поверьте, но за это нужно платить, если ты хочешь чистоту в паркинге. На самом деле я удивляюсь людям, которые покупают элитку в каком-то там, Макаровском, с береговой линией, и потом говорят, что у них там, собираются поднять тариф в 100 рублей с метра квадратного, когда у тебя ремонт там 25 мультов стоит, и ты говоришь про... Паша, какие 25, я тебя умоляю. Это я самую нижнюю грань взял. Это проблема, с которой сталкиваются все застройщики, все управляющие компании без исключения. То есть люди почему-то думают, что вот эта вся красота, она вот незыблемо должна стоять. Я в нее изначально заплатил, а дальше как бы это 28 рублей с метра. Слушайте, но вопрос, это, наверное, к застройщику и к продавцу квартир, почему на старте об этом не говорят. То есть для кого-то это является сюрпризом. Сейчас вот вы сказали, что цена 67, это конкретно понятная сумма. Ну, то есть для зрителей она конкретно понятна. Я это имею в виду. То есть вот окей, класс. Вы говорили, что не будет там 28, учитывая всю технологическую начинку? Во-первых, застройщик на старте, он не может знать априори этой стоимости. По целому ряду причин. То есть если мы... Ну, коридор-то вы знаете. Не, ну, некую расчетную стоимость. А смысл не заявлять. В любом случае люди в момент времени, когда они уже определяются с управляющей компанией, голосуют за тариф, они все это видят, наблюдают и самостоятельно уже принимают решение. Для того, что это... Ну, это же неудивительно. Можно посмотреть просто по формату объектов в городе, где как. Каким мы тоже делаем, смотрим, наблюдаем. И возьмем опять же там, ну, не знаю, Тихвин, Антарес и прочие там интересные объекты, качественные имеются в виду. Люди понимают, да, то есть вот все... У меня там друзья живут. Говорят, да, то есть вот вообще бешеная коммуналка. Но они продолжают там жить и платят. Они понимают, за что платят. Жаловаться не помеха. Но осознание того, что это необходимо делать, оно никуда не денется. И мы все это прекрасно понимаем. Все-таки, если мы берем аналоги с автомобилями, я могу прозвонить там дилеров и сказать, вот сколько там стоит у меня ТО базовое на вот такой марке и вот на такой более бизнесовый. Мне кажется, что у вас, как бы, в принципе, заявляя класс, мы понимаем, что понятие класса в Екатеринбурге это вообще размытая история. Не только премиальный. Комфорт тоже, все, кто попало, лезут в бизнес и так далее. Но в целом было бы здорово, мне кажется, чтобы человек покупает, например, там условно комфорт-класс, и он понимает, что это уже коридор не 28-35 рублей, а, например, 45-55. Окей, если ты покупаешь бизнес, значит, ты понимаешь, что 70. А то пока получается, действительно, на стартах, я просто это знаю, да, транслируют одно в том же, там, не знаю, Макаровском, потом по факту переходят в другое. Но это же, ну, вы правильно говорите, аналогов уже очень много. То есть вам, наверное, можно было предположить с вашей заявленной начинкой, что это будет стоить 60+. Есть ли смысл это транслировать, но мне кажется... То есть опыт там ввода домов в эксплуатацию. Нет, мы все-таки являемся застройщиком, а не непосредственно управляющая компания, да, то есть все-таки вот директивы, связанные с формированием тарифа, оставляем за управляющей компанией. Но при этом Светлана сказала, что она обеспечивает там бесшовный переход от застройщика к управляющей, в том числе. А мы сами заинтересованы, ведь понимаете, дело в том, что застройщик, он же имеет гарантийные обязательства в любом случае, и чем вменяемее управляющая компания, которая разобралась в лифтах, в системах доступа, много в чем разобралась, и умеет этим грамотно пользоваться, тем для нас, как для застройщика, большой плюс, понимаете. Нам тоже потрясения не нужны, как не нужны управляющая компания и собственникам дома. Поэтому мы, конечно, стараемся максимально, если, скажем, у нас в любом случае по закону на период времени приглашаем одну управляющую компанию, а там люди уже сами определяются, какая она должна быть, эта компания другая, с какими-то другими особенностями, в дополнениями и прочее. То есть мы на стадии, когда у нас сформирован проект, и мы уже точно знаем, какая уже система жизнеобеспечения будет на объекте, мы уже в этой части стараемся подключать управляющую компанию, чтобы технические специалисты управляющей компании к моменту ввода объекта в эксплуатацию уже владели всей необходимой информацией и могли максимально экспертно и эффективно общаться с собственниками жилья, с жильетом, офисом, паркингов. Короче, я думаю, рекомендация для жителей, да? Если они видят начинку примерно как у СОХа, значит, ориентируются на ценник 60 плюс метров квадратных. Ну, потому что чудес не бывает. Ну, будем честны. Совершенно верно. Давайте дальше пойдем. Я хочу вот что спросить по поводу территории. То есть у вас очень много было заявлено по поводу оформления территории. Вот сейчас Светлана про беседки говорит, зеленое благоустройство и все такое прочее. Просто мы знаем много историй, когда, значит, обещали одно, да, а по факту просто асфальтовое поле, и ничего нету. Вы же нам можете уже что-то показать, что у вас есть на данный момент, да? То есть я думаю, мы сейчас пройдем это все посмотрим. Да, я так понимаю, здесь же еще был вопрос с распределением этих территорий, да? То есть у вас здесь там такое небольшое пятно застройки, вам приходилось там договариваться с... Давайте я так скажу, да, по поводу пятна застройки, конечно, очень сложная история. Вообще, то есть надо понимать, что в любой плотной окружающей застройке сформировать земельный участок дело очень кропотливо. И для застройщика это праздник, когда он выходит на площадку, уже строится. А до этого лет пять может заниматься, значит, всеми процедурами, связанные с доведением земли домашним, они можно начать строить. И здесь, несмотря на то, что относительно там всех габаритов, это не самый большой двор в мире для отдельно взятого жилого дома, но самый большой точно в этой локации, сто процентов, это раз. И, безусловно, самый комфортный. Две разделенные зоны, одна пониже, другая повыше. Одна зона у вас вот парковка, я вижу. Да, непосредственно. Ну, вот здесь, и я думаю, не почему, там сетка, да. Я думаю, все-таки мы постарались, несмотря на то, что пространство вокруг дома относительно небольшое, но самое большое в этой локации, да, мы постарались максимально эффективно его задействовать, чтобы жителям дома было... У вас уже там растут деревья или еще? Значит, сразу же скажу про эту часть, то есть... Там же внизу паркинг? Да, внизу паркинг. А как они будут расти? Там же какой-то слой земли надо насыпать? Все, там все сделано непосредственно. Технологии позволяют... Сегодня современные технологии позволяют делать таким образом кровлю на крыше, которой могут расти соответствующего размера и масштабов растительности для того, чтобы... Нет, я в это верю, я хочу на это посмотреть. Нет, там есть часть деревьев, но не вся. Касается благоустройства, часть работ была выполнена к акту ввода, объекта с эксплуатации, часть запланирована на весну, то есть там по... Вы по этой весне будете что-то доделывать? Да, ну то есть красоту мы сможем, красоту двора, обещанную застройщикам, да, ее можно будет увидеть летом, да, это там июнь, июль месяц, когда будет уже вот все высажено, то есть, ну, люди это увидят на самом деле. Но вы не отказались от этих обещаний. А дорожки? Дорожки что? А вот дорожка провалилась. Дорожка провалилась, совершенно верно. И такой момент есть. Поправите? Это мы, конечно, мы поправим. Давайте сразу... Сейчас тем более, Иван. Слушайте, мы вас пригласили. Чтобы показать, что поправить. Говорились на съемку, да, зная, что есть такой момент. Ну, во-первых, значит, объект, когда сдается в зиму, да, благоустройство, да, идет частично. В любом случае, гипотетически возникает очень частое какое-то подмывание грунтов, потому что он холодный, засыпается, вода оттаивается, идет усадка определенная, поэтому это в рамках гарантийных обязательств. Обязательно, как только станет грунт, станет сухо, этот момент будет восстановлен. Я еще раз хочу пояснить, почему я это спрашиваю. У нас на рынке есть примеры, как говорит Паша, значит, того, что застройщик обещает одно, а по факту мы получаем другое. Значит, обещает классные дизайнерские детские площадки, а ставит какое-то разноцветное говнище, от которого кровь из глаз течет. Например, извините за слово. Например, да. Значит, обещает зелень, там асфальт, обещает там что-то еще, там щебенка. Значит, я уже молчу про то, что там где-то что-то провалилось, что-то вспучило, что-то там отвалилось. Но это вообще всем пофигу. Нет, я уже молчу, что мопы там появляются через год после сдачи дома в каком-то миге. Вообще появляются. Я поэтому и спросил. Но раз нас Александр пригласил и отвечает за свои слова, мне кажется... Я тебе скажу так, по мопам уже понятно. То если вы заявляете, и мы потом имеем возможность прийти и это все показать, ну, дорогого стоит. Ну, что, респект. Окей. А я сразу обратил внимание, потому что дыра. Ну, как бы перед входом. Я здесь... А дыра под сидя не еще? Что касается обещаний, просто хочу сказать, что мы, как застройщик, очень болезненно относимся к обещаниям, потому что действительно бывают факторы, когда мы в какой-то момент времени очень сильно чего-то захотели, какие-то нормативные требования, или там организации нам запретили это сделать, хотя мы очень хотели. Да, у нас и на этом объекте есть такие элементы, к сожалению. Мне есть что возразить. Ну, в смысле, не то, чтобы возразить, а свою точку зрения, да? Зачастую я просто хочу сказать, что это в основном беда. Вот люди, которые это придумывают, это в основном отдела маркетингов и отдела продаж у застройщика, они очень сильно хотят, чтобы это все состоялось. И они ведь это обещают клиентам, они в глаза им смотрят, с ними разговаривают. Но, к сожалению, это зачастую никого не хочу обидеть, но считаю, что это не совсем дальновидная политика самого застройщика, который в процессе реализации проекта понимает, что у него ликвидность получается иной, в силу того, что рост стоимости строительных материалов, то другое третье. И он, значит, принимает на себя вот такое, на мой взгляд, немножко безответственное решение. Она может быть ответственна с точки зрения сохранения бизнеса, но безответственна с точки зрения того, что конечного продукта, который они предоставляют на рынок. И да, действительно, послабление такое есть, но еще раз говорю, мы все-таки стараемся, вот уже наученный опытом, когда мы вдруг чего-то пообещали, какой-то печенец не получилось, это весьма для нас болезненно, мы стараемся уже избегать таких моментов, хотя все равно в деталях и мелочах где-то что-то происходит. Я свою точку зрения скажу, да? Значит, вот вы сейчас так все сказали обтекаемо, но я такой, наверное, но такой не совсем может быть удобный какой-то вопрос, не знаю, как правильно. Ну, смотрите, вот я как покупатель, вот как вы застройщик, понятно, да? Там какие-то причины там еще, но меня как покупателя это вообще не волнует. И в отделе продаж мне так все красиво рассказали, и мне такие картинки показали, умопомрачительные. И я иду, отдаю там свои деньги, беру ипотеку или еще что-то, получу эти сумасшедшие миллионы. А по факту потом тут не получилось, там не получилось. Не считаете ли вы, что по факту это мошенничество чистой воды? Ну, то есть мне обещали одно, ну, простите, а как? Вам обещали Мерседес, а дали Запорожье, сказали, слушай, извини, там не срослось, понимаешь, там рынок пошел не туда. Ну, это же просто яркий пример. Это же касается всего, да? То есть там обещали там отделку такую, а дали такую, там обещали, значит, кирпич на фасаде, а дали мокрую штукатурку. А я разговаривал с жителями, которые купили, а вместо этого дали мокрую штукатурку. А я знаю людей, которые, и Паша знает, который купил квартиру ради красивого фасада, а ему на штукатурку. Ну, это разве не мошенничество? Вот смотрите, не совсем так, в целом вы совершенно правы, потому что человек вообще далеко по барабану. Вот он покупает, его показали, картинки он их увидел, и он хочет, чтобы было именно так. Но, значит, обстоятельства разным образом могут формироваться. Например, если мы на стадии проектирования закладываем, допустим, такой-то клинткальный кирпич, а потом по какой-то причине что-то происходит с производителем, мы вынуждены выбрать другой, или вдруг еще что-то происходит. То есть, к сожалению, проект с момента, когда появляются красивые картинки, и до завершения строительства, например, теперь несколько стадий доработки проектной документации. Доработки, да. Вернее, даже более-то, хочу сказать, это происходит почти постоянно. Все время что-то. То есть, нет такого, что затронщик может там, тиховой проект реализовать там, 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 характеристики земли, грустов, там, чего угодно. То есть, огромное количество вещей, которые каждый новый дом, как новый дом в любом случае, возникает. Поэтому на 100% соблюсти все нюансы достаточно сложно. Возможно, но сложно. Поэтому я считаю так здесь, даже я здесь посохо могу сказать, что где-то процентов, наверное, на 90, там, на 94 во всех своих задачах решили. И где-то вынуждены какие-то изменения и корректировку, в связи с тем, что функционал заложен и идею сохранить, но материалы пришлось выбирать другие по целому ряду причин. То есть, такое, к сожалению, происходит, потому что живые люди работают, производство есть. И сюрпризы государства. Здесь уже вопрос такой настойчивости застройщика, который либо готов до конца влюсти профессиональную репутацию сроки, перед твоими клиентами, либо готов идти на какие-то определенные послания. Поэтому я был вот так ожесточен и не вклал застройщика, потому что не сильно отличаемся от простого физического лица, потому что мы также скупаем строительные материалы на рынке. И рост цен на строиматериалы, то есть мы вынуждены, вот, например, мы в своей части вынуждены подстраиваться по платежу высокий спрос населения и очень зависит от процента ипотеки, от многих многих характеристик. Не, можно я пять копеек добавлю? Вот, ваше слово о том, что материал может измениться, это действительно так, поставщик может измениться, даже, допустим, клинкер, там, может быть, не знаю, иностранного производства, а стал какого-нибудь российского. Но история, когда человек заменяет полностью фасад на мокрую штукатурку, это уже не про реалии рынка, это уже про решение девелопера, да, будь что будет. История, когда вместо вообще какого-либо двора тебе ничего не дают, это тоже, будем честны, просто там у состройщика, на мой взгляд, остается выбор между тем, чтобы собрать, вот у вас, например, вы там сняли промо-роликов, да, вы за них готовы отвечать, вы там, в том числе, нас приглашаете, вы одна категория. А есть люди, которые, как бы, весь негатив схавали, но запустили в конвейер, залили бюджетами СМИ о том, какой у них классный один квартал, второй квартал универсально подходит, и будем честны, что вот этот вот негатив, который там от 100 дольщиков по проекту, он затерялся где-то на фоне вот этих там десятков СМИ. То есть это просто, на мой взгляд, первое, вы правильно сказали, стратегическое умение просчитать все риски, вы же тоже оцениваете риск, вы их закладываете в бизнес-модель. То есть есть команды, которые умеют считать, и в том числе и подстраиваясь под изменения спроса. Я не беру сейчас текущую ситуацию, которая сложилась, это, я думаю, никто не закладывал в бизнес-модель, но есть команды, которые умеют там заложить какой-то резерв и так далее, там вовремя перестроиться, тендеры новые провести и так далее. А есть команды, которые говорят, да, как бы и так сойдет, не первый дом уже сдаем, не особо соблюдая свои эти, потом в СМИ зальем бюджеты и будем дальше строить свои дома. Друзья, сейчас я пытаюсь открыть входную дверь в лифтовой холл разными вот этими ключами. То есть можно браслетом, то есть знаете, как в отелях в Турции детям вешают, ну и взрослым. То есть можно... Дверь открыта. О, открыто, видите? Оп, открыли. Так, следующее. Можно ключом открыть, то есть можно в бумажнике носить. Дверь открыта. Так, отлично, работает. Это можно прицепить к брелку, вместо брелка вообще носить. Дверь открыта. Отлично, тоже работает. Ну и вот такая вот разный дизайн получается. Дверь открыта. Тоже работает. И можно еще с телефона UK. Так, это получается вот... Приложить? Да, просто приложить. Вот сюда скачивается приложение. Повыше. Повыше. И UK повыше? Повыше, повыше. Ага. Что-то я не умею с телефоном обращаться. Сейчас мне Светлана... О, работает. Вот, с телефоном подольше получается, но, в общем, кому-то удобнее. Ну, а сейчас самое интересное, значит, буду открывать дверь фейсом. Вообще не надо ничего носить. Сейчас мой фейс внесут. Мы сейчас попробуем, кстати, чужим фейсом. Паша, иди сюда. Ты сейчас здесь чужой? Ты у тебя чужой фейс, давай. Не внесенный. Не внесенный, ну-ка, давай. А то подумай, что любым фейсом можно открывать. Ну-ка. Видите? Да ты, я блогер известный, ты че? В общем, свой чужой, видите, работает система. Тут, значит, Пашу не пускают, потому что здесь он чужой. А вот меня сейчас пустят. О, сработало. Слушайте, ну ключом открывать проще. Давайте вы нам расскажите, какие у вас лифты. Паш, давай, помогай нам, значит, какие лифты, хорошие, нехорошие. Вот я смотрю... Ты видишь? Отис. Четыре волцебной кубка. Да. Хорошо отделаны от козы, да? То есть это мы защищаем, чтобы ничем не повредили. Это с атакой? Четыре лифта, да? Они просто отделаны, сейчас же уже. Два в парковку, вот со значком парковка, два опускаются в парковку. Два лифта. Два лифта. Это площадка для маломобильных и для колясок с выходом во двор. Я, честно говоря, такое вообще первый раз вижу. Вот здесь я сделаю нам. Ты же не... Здесь не было возможности пандус сделать, видимо. А-а-а. Поэтому сделали лифт. Понятно. То есть я тоже с велосипедом могу, если что? Можете, да. Велосипед, коляска. То есть это не только для... Ну, отлично. То есть мы, получается, здесь можем выход во двор, да? Да. Ага. Так, значит, что? Идем в паркинг, посмотрим, что там. Пойдем. Театр начинается в вешалке, а с дома паркинг. Да. Нам нужно сюда. Давайте проходим. О! Вот это пиротик. Это пороговая среда или беспороговая? Пороговая. Пороговая, да? Так, в келлерный пойдем? То есть без порогов не очень. Давайте в келлерный сходим тогда сначала. Давайте, давайте. Там же что там? О! Потолочки-то высокие. Ну, это здесь высокие. Высокие потолочки? Пониже, да? То есть на каждый уровень паркинга заезд отдельный. Это заезд, да, получается? Паркинг еще продается. Паркинг, да. Ну, это просто первая семья, которые уже здесь живут. А, уже живут? Уже живут, да. Первая семья – это вот как раз муж, жена. Вот паркинговые места. А это просто люди с... Ну, не с нашего региона, нет. Они поставили просто машину и уехали. То есть принимали в квартире. Да, да. Сколько стоит паркинг? То, что касается стоимости, это Келесандро. Мы шумырляющая компания. Мы с тобой когда смотрели. Я в прошлом сюжете смотрю. Миллион сто было. Еще говорили, что типа О, берите, покажем. Сейчас я думаю дороже. В общем, места есть. Надо брать. Ну что, погнали наверх? На виде смотрели. На виде. Ох уж эти лабиринты. Ну, я вам скажу, что выход из паркинга совсем недружелюбный. А у меня есть идея. Хотите, я вам ее расскажу? За деньги. Началось плавно. Ну, это моя работа. Давай, давай. Моя тоже. Так, едем. Моя работа – продавать идеи. Что, он даже не индикатор, не ровно? Все, нет. Нет, вот зелененький горит. А, именно какой нажал, а то забудешь, куда едешь. А если сломается, где детали брать? Ну, ты вопросик задаешь. А если… на чем ездишь? Напомни. Я на питерской Тойоте, Camry. А если сломаешься, где гитару брать? Так в Питере? Нет. Нет, их делают, просто собирают. Ну, уже не собирают. Да, их уже не возят. У меня сейчас же купил себе машину, вот, все. У тебя что там? У вас не та карточка, которая… То есть мы застряли, да? Да. А вот так это… Главная демонстрация. Вот так это работает, да? Вот и лифт. Все. Приехали. Правда? А вот и детали кончились. Что-то случилось, я? Да, чуть-чуть. Я говорю, он же должен был так же загореться, нет? Да, 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 да. А он не загорелся. Сейчас. Да, можно все. Нормально. Кое-нибудь. Зачем вы все подряд жмете? Я думала остановимся. Без паники. Нет, есть где-нибудь непроданное на среднем? Вот, нет, на седьмой этаж нам дарить. На седьмой этаж. Слушай, ум. Давайте на седьмой заедем на среднем. Едем посмотрим. Так, шестая, шестая, шестая. Это грильято же, да? Да, это грильято. Поспокойнее. Хотя холл, конечно. Ну, как тебе сказать? Я вот сейчас попугайчиков дома держу в клеточке. Это как клеточка, понимаешь? Ну вот, смотри, визы какие. Потрясающе. Это мы на седьмом этаже. Это мы на седьмом этаже. Сейчас мы вам покажем быстро квартиру. А самое главное, что мы видим в окна седьмого этажа. Итак, здесь у нас прихожая. Кстати, достаточно просторная. Дальше идем. Коридор узенький. Идем дальше. Это кухня, потому что раковина. Можно гарнитур поставить. И даже место под стол останется. Это что, гостиная, судя по всему, да? Гостиная. Гостиная на два окна. Окна не в пол, конечно, и даже не по колено. Светлана нас убеждает, что это большие окна. Ну, пускай так. Нет, они высокие, да не стандартные окна. Они высокие, но подоконник-то заниженный сейчас в моде. Санузел. Вот в такой отделке сдаются квартиры, да? Да. Друзья, вот в такой отделке сдаются квартиры. Смотрим, смотрим. А штукатуренные стены залита, стяжка на полу. Тут двор можно заснять. Вот. Откосы на окнах. Ну, давайте посмотрим, что в окно. В окно. Смотрим виды. Ну, вид. Вид, как вид. Да, ну, не Средиземноморье, конечно. Но, кстати, можем посмотреть на двор. Вот. О, кстати, ребята, давайте двор посмотрим. Двор. Есть площадка для детей, кстати, прикольные качельки. Хорошо, что деревянные, кстати, деревянные, не железные. Да, они мечтали деревянные, да. Они мечтали деревянные. Мы с тобой проговаривали на сюжете. Вот, деревянные, это круто очень. Березки посадили. Что там еще? Еще березки. Голубой ели я пока не вижу. Новый год еще рано отмечать. Да. Вот она. Есть мелкие. Они маленькие, маленькие. Вокруг нее бородичные. Хоровод возле такой водитель. Я вижу площадку над голубым ели. Но голубой ели пока не вижу. Ну, в общем, друзья, вы сами все видите. Идем дальше. Другие окна. И сразу же у нас рядышком дом. Там дальше другие дома. И традиционно дворы, заставленные машинами. Вот. А, в лифте-то работает только карта. То есть, карту-то все равно доставать придется? Карту-то все равно доставать придется. Так что фейс не фейс, а карту надо в руках держать. Ты думал, ты и в лифте еще будешь фейсом? Фейсом, да. Рулить фейсом. Я думал, в лифте буду. Оказывается, нет. Тебе надо карту достать. Подождите, не выходим еще. Слушай, ну сама установка фейс-ади очень нефига. Хреново стоит, чтобы ее еще в каждом лифте поставить. Подожди, а смысл тогда фейса ID, если я фейсом открыл дверь, а лифта на лифте не могу уехать. Смысл только один. Маркетинг. В фейс-ади вы можете зайти во двор, в калитку. Первая, которая на территорию. И в лифтовой пол. И в лифтовой пол. Мне кажется, здесь 90% даже не пользуются этой херней. Нет, с улицы-то удобно. Друзья, показывают, сумками идешь. Да, да, да. Нет, ну сумками ты и в лифт зайдешь. Не, не, имеется. А, ну, это да. Сумки в келлере оттуда и лекарь домой хотим, да? Ты как? Да. Это приорити? Да, но это пока не снято, потому что они могут уже делать. Сумки, мы просто не снято. Ну, короче, приорити только вот в этих. А, мы уже, типа... То есть, видите, входная группа, она другая. Она выше, что дверь. А, дверь другая, вот это вот, да? Я бы сказал. А я даже не заметил. Ну, она глухая была там, по-моему, да? Нет, там узенькая. Ну, там она совсем другая была. Я бы не сказал, что ничего не было. А, вот здесь отделка другая. Вот, улевали лифты. И... Здесь такое более темное. Ну, вернее, плитка. А, вот плитка, да? Панель. Ну, типа, в коктаже безнадёга. Ну, у меня, что-нибудь, в Нагорном ведёте, куда-то, куда-то, куда-то. Нет, куда-то. Нет, 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 как-то, прям, минус. Минусище. Минусище. Куда идем-то? Квартиру, 24 этажа. На лестницу идём, да? Ну, здравствуйте. Вот тут, смотри, 20 этаж уже можно, чего кого посмотреть. Вот, другое дело, 20 этаж. Друзья, приорити имеются совершенно другие виды. Наслаждаемся. Там парк ЦПКИО. Идём в приоритетную квартиру. Приорити. Сохо Приорити. Это тот этаж, где, типа, самые крутые квартиры. С большими окнами, высокими потолками и премиальными планировками. О, уже отделочка, отделочка. Ну, прихожая по размеру такая же, как в обыкновенной квартире. Вот. Так. Ты разгородные планировки делал? На, посмотреть, не помню. Ну что, вот большие окна. Это Рихао, да? Рихао. Ну что, совсем другое дело. И вид есть, и свет есть. Вот. Так что, ребята, все на верхней этаже. Все приборы. И, в принципе, можно оставить open space. Всё. Вот так вот. Всё. И тусить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это самый последний этаж. Вон, видишь, это кишечек. Вот оно что. Вот там. Смотри. Всё ближе к природе. Ближе к... Зенитное окно. Да. Зенитное окно на лоджии. Да. Если голуби облибуют... Они же скатную специальность сделали. Да, да. Мне фиг здесь. Да, ну, это прикольно, да. Это классно. Вот это тоже надо всё смыть. Это первая часть двороги назовёшь. Вот это отдельный паркинг. Ну, да. А это голубая ёлка. Я просто не покрасил ещё. Больше похоже на курительницу. Ну, курилка. Курилка, да. Здесь у вас в планах что-то поозеленять, да, наверное? Здесь всё поозеленяет, потому что всё будет добавляться весной. То есть не стали ничего садить? Ну, что-то вот посадили. Ну, не зашло. Ну, не зашло. Ну, то есть рассада готова на подоконниках. Среди этого по весне высадите, да? Ну, вот смотри, ну, ёлочка, ну, голубая же. Ну, смотри, хороводик. Давай хороводик поводим. Паша, я, конечно, знал, что ты дальтоник. Но не до такой же степени. А, и вот это выход, который... Ну, что, вот двор. Тротуарная плитка лежит. Под снегом, видимо, мульча. Да? Кора, то есть. Голубая ельть не готова. Тут композиция. Воды водить нельзя ещё. Вот, собственно, вход в жилой комплекс со двора. Тебе маргариту принести? Да, да, да. Давай эфир про будущее рынка. Самое время. Надо будочку, только музыка, чтобы... Чтобы как Сохо уже, да, попробовать. Да, 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 конечно. Эндио. Эндио, Эндио. А там те же по принципу. Смотри, класс... Вот, смотри, это если, как называют. Смотри, классные штуки там вот. Для детей, для детей. Как это особенно называют? Чтобы отвлечь их внимание от проблем насущных, можно... Смотри, а вот это классная идея. Это то, что осталось от неиспользованного ремонта. Там звонки всякие. Из соседних подъездов. Есть домофоны, у кого-то лишний выключатель. И вот все использовали, развивать детям мелкую моторику. Очень удобно. Ну вот все-таки что-то с готовой корневой системой завезли, как ты просил, нахожу паркинги. Смотри, елочки. Опа. Штанги. Обратите внимание. Нету молоточка. Молоточка, да. Вот все обращают, типа, ну а что, фасад есть, крыша не течет. А на это как-то забивает. А это важно. Между прочим. Ваня! Ну-ка слезь оттуда немедленно. Упадешь. Упадешься. Упадешь. Ножку подвернешь. Ну, там-то есть розетки. Есть розетки. Да. Розетки. Можно телефон заряжать. Еще не закончил. Или компьютер. А интернет тоже будет розеткой? Сразу со шнуром вышел. Вай-фай сейчас, да. Вай-фай будет? Прекрасно. Да, все. Колясочный, покажите нам уж. Колясочный, куда коляски и велосипеды ставить? Так, блокер. Келевый тройка. Не, там... Давайте так дальше там снимем. Красиво. Криво. 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 Вообще-то нет. В ЖК Женеве такого же объема. И дом примерно похожий. Точечная застройка, тоже высокая свечка. Там все завалено с горкой. Нет, ну, как бы, выше говорить про то, что... Мне кажется, сейчас в каждом... Безусловно, можно и больше. Да. Вексити сталкивался. Ну, хорошо, что есть. Хорошо, что есть. С мнением, что, типа, несмотря на то, что мне колясочек не приготовить, я не буду там коляску ставить. Кто-то ставит, кто-то не ставит. Ребенка коляска прогулочная, которая не для малышей, а вот которая просто раскладывается. Ну, какие-то вот трости, да, вот, кредиты, какие-то, актуально. А вот как... Ну, вы как-то, типа, снимаешь его и выкушки? Нет, большую коляску смысла оставлять нет, потому что ты прямо в ней до квартиры докатываешь ребенка. Конечно, ты же на руках будешь. Я доверяю, что у него будет. Александр, спасибо большое за интервью. Еще раз, мы очень рады, что вы согласились. Точнее, не то, чтобы согласились, а сами инициировали, да, и, в общем, на все, пожалуй, такие вопросы ответили. Сколько мы не старались, значит, уколоть, но достойно вы все ответили. Спасибо. Тоже спасибо. В любом случае, вы таких открытых к обратной связи застройщиков. Застройщики, берите пример с Александра и зовите нас на интервью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова